Хочется чего-то экзотичного. Есть у меня для тебя немножечко экзотики. Волшебный сад Хаяо Миядзаки возвращается, но уже по новому адресу с обновлениями. Полюбившееся горожанам уютное пространство под открытым небом, которое переносит нас творчество японского режиссера-аниматора. Этим утром посетил наш коллега Эльдар Абитов. Я предлагаю к нему присоединиться. Вот как раз, Людмила, специально для тебя и для всех страждущих романтики наших зрителей. Эльдар, здравствуй. Сразу видим глаза соседа Тотара. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, дорогие наши телезрители. Все верно. Именно Тотара. Вот он. Это не просто символ аниме, это не просто персонаж аниме. Это, пожалуй, один из самых узнаваемых символов японской культуры. Дух леса, который может быть виден только детьми. Его придумал легендарный японский режиссер Хаяо Миядзаки, именем которого и назван этот сад здесь, возле ДК Крупской. Но вот подробнее о том, что еще тут можно увидеть, нам прямо сейчас расскажет Илья Лушаков. Илья, доброе утро. Доброе утро. Ну, третий год уже существует сад. Каждый раз он меняет свое местоположение. В общем-то, меняется и экспозиция. Что нового можно увидеть в этом году? Во-первых, это у нас такой проект сад Мираж. Нам это очень нравится. В этом году у нас большая часть это унесенные призраки. Его мультфильмы. И у нас есть спектакль. И мы здесь будем выставлять свои сценические костюмы этого спектакля. И также разные персонажи оттуда. Я так понимаю, что вот то, что сейчас видят наши телезрители на больших экранах, это как раз-таки маска, которая, в общем-то, участвует в спектакле. Да, все верно. Это духи, которые приходили в купальник Юбаби. У нас их очень много. Некоторые маски можно будет примерить у нас в саду. У нас тут, значит, есть Безлики. Это самый популярный вообще Безлики. Это вот самый любимый у всех персонаж. У нас его будет очень много, очень много. Так, что это такое? Это тоже один из... Еще один костюм. Да, да, все верно. Еще одно божество, которое приходило в купальню. Там есть знаменитая сцена, когда они выходили из корабля. И Тихеро видела их. Касаемо, давайте тогда, раз уж мы коснулись тему спектакля, завтра как раз-таки состоится здесь премьера. Потому что завтра, 5 июля, вечером в 6 часов, здесь состоится открытие, официальное открытие этого сада. И здесь для гостей покажут спектакль перформанс Юкай. Да, все верно. Юкай – это японское божество. И у нас будет завтра такая очередная премьера. Спектакль был у нас в первом саду. Мы решили бы заобновить здесь его. Так, смотрите. Да-да-да, это наш один из героев, это Джасик-Варашик. Или по-русскому это Домовой. Домовой, вот. Вот возьмите ленточку. Как будто бы, да, как будто бы мне что-то передают. Хорошо. Да-да-да, мы расскажем, для чего вам нужна будет. Спасибо, спасибо. Здесь у нас мы сделаем еще интерактивные элементы, когда будет, например, хорошая погода. Здесь вся площадка будет стоять в наших сценических костюмах. Их больше 20. Также здесь можно будет поиграть в настольные игры, разные предметы, артефакты из мультфильмов, которые можно будет брать, фотографироваться. Вот. И здесь у нас очень много именно прям с умисионными призраками. Вот у нас самая большая, самая главная – это Юбаба. Но мы подозреваем все-таки, что это Дзениба, потому что она очень милая у нас здесь находится. Вот. Сестра Юбабы. Также здесь будут проходить спектакли, различные мастер-классы. Вся, весь наш сад будет до сентября месяца, до конца где-то. Такая, знаете, буквально интерактивная, в общем-то, площадка. И более того, друзья мои, давайте раскроем тайну, для чего мне передали вообще эту ленту. Расскажите, пожалуйста. Да, у нас в первом саду было дерево желаний. У нас есть дерево, у нас наверху есть тот, который был в первом саду. И мы хотим вот дерево желаний посчитать, сколько людей к нам пришло в сад. И в конце сентября мы посчитаем все эти ленточки. Вы сегодня у нас первые. Прекрасно. Итак, друзья мои, давайте завяжем эту ленточку. Это дерево желаний, соответственно, здесь необходимо отправить какой-то запрос во вселенную. Я отправляю запрос такой, чтобы в городе, наконец-таки, вновь вернулась полноценная летняя погода. Без дождей, без ливней, гроз и ураганов. Вот я даже потуже ее завяжу, чтобы лента никуда не слетела. И я, спасибо вам большое, друзья мои. Ну, а я добавлю, что еще одна интересная особенность этого сада Хаяо Миядзаки заключается в том, что даже жители и гости нашего города смогут принять участие в его благоустройстве. И, например, принести сюда какие-то уже цветы, горшочки. Всем им найдут применение здесь на пространстве. Поэтому, друзья мои, коллеги, используйте эту информацию. Я передаю вам слова.